Во-первых, хочется поздравить команду соперников с выходом в ПЛС. Извините, прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли и оказывали нам поддержку все 90 минут. А вот сейчас поздравляю всех с командами. И сейчас, как вы делаете Моеводина? На предматчевой конференции я говорил, что Моеводина – очень серьезная команда и по уровню нашего чемпионата очень хорошая. Очень много игроков высокого уровня технического, обученность фактическая, очень хорошая. Поэтому соперник действительно был очень серьезный. Но, тем не менее, все-таки мы, да, начало немножко ровкое, потом такие вот два похожих, можно сказать, предголевых ситуаций, когда мы владеем инициативой. Готовы вот-вот забить и потом раз на равном месте. Так и во втором тайме тоже, даже в девятером мы имели контроль в мячах, инициативу. И раз и опять удары, мяч в ворота. Но, тем не менее, я считаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с тем уровнем игры, который мы показали в Сербии. Сейчас мы значительно улучшили качество игры, хотя еще работы очень много. Поэтому сейчас все внимание уже к чемпионату, кубку и дальше работать дальше, играть лучше. Вы приятный фейсбол. Сергей Владимирович, под вашим руководством в команде сыграло три игры, и в них два немутиверных удаления. Чем это можно объяснить? Если бы ты знал, где упадешь, подстенил бы саламинку. Все удаления, можно сказать, непредсказуемые, нелогичные. Это, конечно, нервы нервами, но... Зато есть возможность варьироваться с самым существенным. Другим шанс дам, пожалуйста. Дерзайте в запасе. После пропущенного гола команда выходила демонтированный на перерыв. Вот а после не достучаться за игроков? Результат, можно сказать, говорит, что не достучался. Но, с другой стороны, я думаю, что все прекрасно понимали и сложность ситуации, что пропустили, и то, что команда серьезная. Но, тем не менее, все выходили друг другу, подбадывали, заводили. То есть команда хочет. Осталось посмотреть, как это все будет выглядеть в чемпионате. Сергей Владимирович, во втором тайме вы так не очень активно носили коллективы в игру, даже не использовали все замены. Почему? Ну, все-таки уровень линии Европы требует замены качественной. Некоторые игроки еще не в той кондиции, чтобы просто выйти на поле. В чемпионате, да, я бы делал замены, но ведь не хочется и терять лицо в команде. Когда игроки не в кондиции нужны. Я понимаю, что осталось мало времени. Ну, просто выйти поиграть. Хотя все были настроены, все желали играть, но я думаю, сейчас мы проведем. Уже осталось два дня заявку. Дополнительно у нас есть. Вольются люди и туда действительно ротация будет более качественная. Сергей Владимирович, если показать, Ваша команда 82-го года имела эту проблему с вами? Никогда же нельзя это сравнивать. В любом случае, чтобы противостоять таким командам, как вы и воде, нужно более качественный рисунок игры. Но немножко еще только первые шаги делали. Потому что так же, как нельзя сравнить сборную Бразилию 2002-го и 58-го. Но вы можете сравнить Бразилию 1958-го и 2002-го. Как вы создали Бразилию 2008-го и 2002-го? Каждое время имеет свою команду. И она остается в памяти. Как вы считаете, есть ли вина Игнатовича в пропущении ничего? Сюда у второго. Как вы сказали, что долгий пас, перформансы делим долг. Как вы решите реакцию вашего олмана в переликом голову, какой пример? Участь вратаря, брать свое и выручать. Поэтому сербские вратаря сегодня выручили команду. У нас вратаря все впереди. Продолжение следует. Продолжение следует...